Число арестованных во время митинга в Великобритании достигло 250 человек. Силовики предпринимают дополнительные меры защиты у мечетей. Активисты напали уже на второй отель, на этот раз в городе Темборт. Протестующие разбили окна и бросили туда три бутылки с зажигательной смесью. Накануне участники беспорядков пытались поджечь такую же гостиницу в городе Роттере. Там также проживают мигранты. Британские власти осудили происходящее. Сегодня утром премьер Кир Стармер провел заседание комитета по чрезвычайному регулированию Кобра. Политик пообещал, что все беспредельщики получат по заслугам. Кроме того, расследуется целый ряд уголовных преступлений, включая призывы к насилию и разжиганию ненависти. Полиция заявляет, что социальные сети используются для подстрекательства, а дезинформация распространяется также из-за рубежа. Я решительно осуждаю бандитизм ультраправых, который мы наблюдали в эти выходные. Не сомневайтесь, те, кто участвовал в этом насилии, ответят по всей строгости закона. Полиция будет производить аресты, отдельные лица будут содержаться под стражей, последуют обвинения и обвинительные приговоры. Я гарантирую, что вы пожалеете об участии в этом беспорядке. Напомню, антимигрантские протесты в Великобритании начались 29 июля после нападения на танцевальную студию в Саутпорте. Тогда погибли три ребенка. Еще несколько взрослых получили травмы. По горячим следам задержали 17-летнего подростка, напавшего на детей с ножом. Им оказался уроженец Великобритании Аксель Муганва Рудакубана. Его родители – выходцы из Руанды. О мотивах нападения ничего не известно, но в интернете начали распространяться недостоверные слухи о том, что преступление совершил мусульманин-мигрант. Но волну антимигрантских протестов не могут остановить до сих пор.